Сейчас мы начнём наш замечательный эфир с Владимиром Мариновичем. Подключение. Доброе утро! Вот он, вот он наш замечательный человек, Владимир Маринович. Привет, дорогой, привет. Домандра, поздравляю тебя с Днём Защитника. Да-да-да, спасибо тебе большое. Ты где служил, в каких войсках? Ты знаешь, я на самом деле служил в институте, на военной кафедре. Ого, так ты лейтенант? Фактически, да, только мне не присвоили это звание, потому что мы попали в тот период, когда всё трансформировалось, но я точно помню и знаю, как это сидеть в блиндаже, как это перевязываться, с праздником нас поздравляют вот все прекрасные наши девушки. А какой твой воинский путь? Я два года просидел под землёй в Германии. Я служил в войсках связи, да, и даже я сегодня, друзья, можете меня во Вконтакте, во Фейсбуке, в Инстаграме посмотреть. Я фотку повесил, вот какой я был вояка. Хнущий был, да, вообще, в Германии служил. Класс, класс, класс. У нас даже, знаешь, такая была фраза про связистов. Сейчас, подожди, жопа в мыле, морда в грязи. Вы откуда? Мы из связи. Круто, круто. Я качал связь. Ну, давай, давай про сегодняшнюю нашу тему. Да, очень-очень крутая, да, тема. Роман, я знаю, что ты очень человек такой, нацеленный на ценности, на то, чтобы это были чистые, честные ценности. Вот скажи мне один вопрос. Ты работал великим топ-менеджером, ты был совладельцем банков, ты покупал банки, продавал банки, да. Вот как ты сейчас смотришь, то есть ты был и по ту сторону баррикады, топ-менеджером, и совладельцем, владельцем бизнеса, вот как и я. Вот скажи, пожалуйста, как твое восприятие вот этих плесеней на трубе, вот этих горячо мною любимых великих топ-менеджеров 40 тысяч евровыми часами на руках? Потому что в моей картине мира это самые фальшивые люди в мире, но тем не менее ты ездишь по крупным корпорациям и рассказываешь о ценностях. Вот когда ты перед ними выступаешь, у тебя нет ощущения, что ты мечешь бисер перед свиньями? Ты знаешь, вот кардинально не совпадает здесь наше с тобой восприятие топ-менеджмента по одной простой причине, что большинство компаний, которые движутся вперед, это и есть люди, которые приходят в понедельник, одевают эту лямку и до пятницы ее тачат. А вот разница между тем топ-менеджером или собственником, который любит свой бизнес, она заключается в том, что когда большинство людей в 6.00 в пятницу бросает эту лямку, те продолжают в своей голове тянуть. Ну, во-первых, стать топ-менеджером, если ты не попал туда по какому-то там, ну, так сказать, протеже, это знаешь, как сын генерала, говорит, буду ли я генералом? Нет, говорит, там, говорит, а, у сына полковника, буду ли я генералом? Нет, говорит, у генерала свои дети. Так вот, путь на корпоративную вершину очень сложен. И не только потому сложен, что он связан там с разными какими-то, знаешь, моментами, которыми не выходит за цену. Нет, он действительно сложен, потому что сегодня на топовых позициях должны быть профи. И я здесь в этом смысле, ну, как бы очень уважаю всех тех, кто работает по найму, потому что это именно очень серьезный выбор. Ведь на самом деле, если в отличие от тех людей, которые в состоянии за себя ответить, это ты, например, да, я сейчас, то они в большей степени не могут взять в прямом смысле на себя ответственность, они ответственны перед корпорацией, перед теми сотнями тысячами людей. Поэтому это, есть разные полярности. И у меня огромное количество людей, я которых очень уважаю, которые являются топ-менеджером и продолжают быть, и видят в себе карьеру только в топ-менеджере. Ну вот, я как раз хотел тебя спросить тоже об этом, понимаешь? Вот мы затронули тему ценностей, почему ты здесь и я здесь, да? Вот в момент какой-то у любого топ-менеджера возникает противовес, баланс. Вот оставаться здесь и попытаться сделать что-то, к чему лежит его душа. Ведь в любом случае, любой топ-менеджер, он де-факто в двух плоскостях. И подчиненный, и начальник. И вот этот дуализм все равно постоянно как бы его глючит. Но вопрос-то, что плохого в часах за 40 тысяч долларов? Я думаю, что хорошее. Часы за 40 тысяч долларов, это хорошая вещь, да. В самих часах ничего, Лена, нет плохого за 40 тысяч евро. Плохо, что есть большое количество людей, у которых в голове только часы за 40 тысяч евро. И я холополел им эффективность бизнеса. Ладно. Ага, давай. И вопрос? Вот тема. Нужно ли быть сейчас лидером? И неважно, где ты, по какую сторону баррикад. Ты по сторону найма? Или ты начинаешь делать шаги в предпринимательстве? Или ты, наоборот, человек, который уже владеешь бизнесом малым, большим? Неважно, каким. Вот как ты считаешь, лидерство, оно про что вообще? Про то ли, что вот нам там, как бы вот, мы видим рекламы, знаешь, известных всех наших выступающих спикеров про лидерство. Вот где это лидерство, это вот про что? Я могу точно сказать, что у меня есть понимание, что вся наука о лидерстве 20 века – это фальшивка. Это брехня и гнилое повидло. И вот это эгэй, мы идем вперед, лидер, харизма. Есть, ты знаешь, в России огромный, самый, наверное, известный выступатель, который вообще чешет на тему харизмы и лидерства. Но, видимо, уже батарейки кончаются, поэтому он уже начинает там про эзотерику харизмы лидера. Понимаешь, да? Так вот, я совершенно точно знаю, что у меня нет никаких сомнений. Любой человек может быть лидером. Любой. То есть, по рождению. Любой. То есть, лидерами рождаются. Да, вот сколько нас сейчас смотрит человек. Друзья, каждый из вас, вот даже тут вот кто-то нас гурами назвал, видишь? Вот каждый из вас, друзья, может стать лидером. Причем, знаешь, что интересно? Лидером становится человек, который, а, очень твердо верит в то, во что он верит. То есть, меняет мир. Вот прямо у него, знаешь, такая есть прям уверенность. Вот прямо он жжет. И второе, когда он собирает людей сильнее себя, которым он дает такую возможность реализоваться, что они в нем признают лидера. Понимаешь, какая штука? Круто. То есть, лидер, это не тот, который, эй, за мной, я вас приведу там к свету в конце тоннеля, вперед за мной на баррикады. Да пошли они в жопу все эти Наполеоны и прочие великие завоеватели. Это говно, они лидеры. Лидер в наше время, это человек, который отвечает двум вещам. Первое. Он точно знает, что то, что он хочет сделать, проект, который он хочет сделать, продукт, который он хочет запустить, изменит мир. Он верит в это. Он идет туда, в изменение мира. Это настоящее лидерство. И когда он собирает людей сильнее себя, которых он увлекает идеей изменения мира, когда он им дает возможность реализоваться в этом проекте, вот это и есть настоящее лидерство. Я в это прямо верю. Я прям вот знаю, что ты божественен, говорят твоими словами, в темах построения команд. А вот все-таки по отношению человека к самому себе. Вот как это быть лидером самого себя? Это несколько вещей, друзья, которые вы можете вообще зафиксировать, и которые вам очень здорово пригодятся прямо сегодня. Возьмите листочек бумаги и нарисуйте там три колонки. Это очень просто. Листочек бумаги. Ребят, три колонки. Смотрите, я знаю, что для романа, как и для меня, очень важная фраза. Тупой карандаш лучше острой памяти. Вот сколько... Смотри, кстати, набирается народ. Народ-то просыпается, идет к нам. Уже рисую. Уже рисую. Вот, да. В первой колонке напиши «Я умею делать». Во второй колонке «Мне нравится делать». И в третьей колонке «Мне за это платят». Угу. «Я умею делать». Да-да, «Мне нравится делать». И да, «Мне за это платят». Так вот, друзья, сегодня после нашего эфира сделайте сами себе подарок. Вот в этих колонках напишите, что вы умеете делать, что у вас получается делать и за что вам платят. Ну, потому что, например, я умею петь зеленоглазовое такси, но трудно сказать, что она у меня как-то очень хорошо получается. И еще труднее представить, чтобы мне за нее заплатили. Понимаешь, да? А вот в том, что касается искусства, искать стартапы, заходить в стартапы, развивать стартапы и продавать стартапы, да, я в этом прекрасен и вот здесь я зарабатываю деньги. Это очень просто. Это первый шаг. Определите ядро, ядро своих ключевых возможностей, своих ключевых компетенций. Потому что, к сожалению, ребят, когда вам там 16-17 лет, и мама сказала сыночек или доченька, иди учись на юриста, всегда будет кусок хлеба. Так вы же знаете, что все, профессия юриста – это уже почти отмирающая профессия. И, да, перспективы остаются только у таких людей. Кстати, к нам сегодня здесь присоединился Анатолий Шамратов. Это человек, который, на мой взгляд, да, человек, который является одним из ведущих экспертов в России либо по защите от банкротства, либо тем человеком, который любого человека может обанкротить. Он все знает про банкротство. Вот такие люди, не шивые люди. Но при этом он улыбчивый. При этом он улыбчивый. Так вот, вот такие глубокие люди – это люди, которые всегда останутся в бизнесе. Они всегда будут востребованы, у них всегда будут зарабатывать деньги. Поэтому, когда вы заполните эти три колонки, вы точно найдете пересечение этих трещей, трех вещей, и вы там увидите, где вы, в чем вы точно, в чем вы можете состояться как личность. Это первый шаг. Второй шаг. Оглядите вокруг себя, посмотрите на тех людей, которые вас окружают. Это пипец как важно. Вот с Романом, мы, коллеги, чтобы вы знали, мы встречаемся раз в полгода. И для нас это что-то такое… Ну, давай откровенно. Это такой пир духа, да? Эмоциональный подъем. Да, да, да. Почему? Да потому, что мы очень внимательно, друзья, очень-очень прямо, прям очень-очень точно относимся к тем людям, которые нас окружают. Но, чтобы вы имели представление, я каждое утро, когда еду на Сапсане из Петербурга в Москву, 28-го, кстати, буду в Москве, если хочешь, можем повидаться опять-таки чая. Да, и когда я еду назад, я что делаю? Я достаю смартфон, открываю свою контактную базу и удаляю, удаляю, удаляю тех людей, которые для меня токсичные. Те люди, которые меня не поддерживают, те люди, которые мне не нравятся, те люди, которым я не нравился. Причем, понимаешь, какая штука? Россия – страна отношений. Здесь вообще начихать, кто какого результата добился. Зато здесь очень важно, кто как к кому относится. Вот. Поэтому, друзья, эмоциональный интеллект никуда не девался. И того, чтобы его не сжигать, это один из важнейших ресурсов вашей жизни. Не тратьте его на тех людей, которые вас не поддерживают. Я очень люблю группу Моторхед. Знаешь, да, такая, ну, классная группа, хорошая, забойная. Такой хэви метал. Да, да. И я прочитал однажды книгу основателя Моторхеда, и он, как это сейчас бывает, на последней традиции написал главное. В конечном счете, видите, все люди делятся на две категории. На те, кто за вас, и на те, кто против вас. И не важно, против это он борется, или он пыхтит за вашей спиной и сплетни распускает, или он вообще просто там спускает на корню все ваши инициативы. Просто за вас или против вас. Поэтому второй шаг, друзья, посмотрите, кто вас окружает. И задайте теперь третий вопрос. И вот это очень важно. Задайте себе вопрос, как эти люди оказались в вашем окружении. Потому что есть очень крутой философ 20 века, Мираб Мамардашвили. И у него есть крутая книга. Кстати, друзья, кому будет интересно, пожалуйста, я могу вам прислать аудиолекции. Роман, тебе тоже пришлю. Давай, давай, давай. 45 аудиолекций. И одна из его лекций, она, знаешь, ему посвящена. Такому понятию мир, как зеркало. И мир тебя отражает. Я сейчас абсолютно в этом убежден. И, Роман, то, что я сейчас веду в это праздничное утро, когда у тебя хорошее настроение, у меня хорошее настроение, нас ждут наши чудесные семьи. Вот там Сашулька мой, мой сынулька. Привет, мое счастье. Понимаешь, да? И то, что мы сейчас с тобой рассуждаем, это почему? Да по одной простой причине. Потому что мы с тобой друг для друга ценны. Ценны. И ты, Роман, отражение меня, ты мое зеркало. А ты мое хочешь? Да, 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 да. И то, что мы с тобой говорим об одинаковых вещах, в которых мы зеркалим, что работа с людьми важна только с теми, кто разделяет твои ценности. Я поддерживаю, я руками, ногами за. Поэтому еще раз Лене отвечаю. Я не против часов за 40 тысяч евро. Прекрасные очень хорошие часы. Лена, если потребуется, пожалуйста, приезжайте в Петербург. Я вам покажу такие. Но важно, чтобы у человека было что-то кроме 40 тысяч евро в часов и бэхи на улице. Правда? А знаешь, как это смешно? Фальшивки вот эти, когда фотография в Инстаграме, рука с часами на руле. И еще в лобовом стекле дом. Типа жизнь состоялась. Блин, это говно. Так не работает. Поэтому первое. Определите, что есть ваша ключевая компетенция. Второе. Посмотрите на людей, которые вас окружают. И третье. Оцените мир, который вас окружает. Где вы живете, в каком городе, чем вы занимаетесь. Например, сейчас мы проведем этот эфир. И я с семьей поеду, сейчас завезу Сашку на капоэру, а сам на плавание. И через часик мы встретимся, и мы еще пойдем гулять. А еще он меня спросил, ну потому что он же будущий защитник Отечества, я ему подарил игрушку. Он меня спросил, папа, откуда берутся игрушки? Вот. Я говорю, хорошо, я тебе покажу волшебное место. И знаешь, когда мы придем в этот магазин, я его покажу, что нужно для того, чтобы эти игрушки получить, нужно денежку зарабатывать. Это очень важно. Это мой мир. Это мой мир. Четвертое, друзья. Постоянно, постоянно учиться. Всегда. Каждый день буквально учиться. Роман, скажи, сколько в месяц ты читаешь книг? Ну, много. Я вот просто, ну как бы даже не знаю. Знаешь, я не в том, я в отличие, может быть, от многих других, не так работаю, как беру книги, читаю. Но, например, там, я вот точно вот тебе сейчас покажу, сколько вот у меня тут на столе лежит просто книжек сейчас между делом. Ах, тут никак. Ого. Ну вот. Неважно, тут моя заставка такая. В общем, как бы много. Вот. Но они мне нужны для того, чтобы черпать идеи. То есть ты понимаешь, чтобы тебе заглубиться. Ты берешь, читаешь, смотришь и понимаешь, и рождается глубина. Сто процентов. У меня, я тебя очень поддерживаю, у меня физиологическая потребность читать книги. Потому что, знаешь, как работает? Я в начале два, три, четыре дня наблюдаю мир, потом мне нужно эти мысли переработать, да? И у меня есть то же самое, несколько книг, которые мне помогают их, эти мысли, эти идеи переработать. И вот, пожалуйста, Денис Котов. Вот. Так, не видно. О природе чудес. Александр и Николь Гротовский. О природе чудес. Путеводитель по миру суперпозиций. Это одна из книг, которые меня ждут. И, в общем, каждый месяц я читаю, друзья, не знаю, наверное, две, три, четыре, пять минимум книг. Пятое, пятое, не отравляться, не отравляться. Потому что, если ты хочешь быть лидером, если ты хочешь людей вокруг себя собирать здоровых, ты сам должен быть крепким, ты сам должен быть в тонусе. Ты имеешь в виду не только, наверное, какие-то, как сказать, стероиды, типа алкоголь, курение, фастфуд, но и какие-то еще информационные защиты против спама, информации, там, новостей. Абсолютно точно. Но и тело в том числе. Потому что, помнишь, когда мы в самолет садимся, что нам говорят? Что в случае нештатной ситуации сначала оденьте маску на себя, кислородную, сначала спаситесь сами, а потом спасайте людей вокруг себя. Это очень важная вещь. Потому что, если ты не будешь крепким, если ты не будешь в тонусе, то какая откуда у тебя возьмется энергия для того, чтобы ты и людей вокруг себя тоже зажигал. Вот. Поэтому, друзья, долой алкоголь, долой мясо, долой все эти жареные говны. Вот эти вот, привет этим всем фастфудам. Да, 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 да. Именно так. Да. И еще, ты знаешь, у меня есть несколько таких набудений. Четыре главных зла в мире. Знаешь, какие четыре главных зла в мире? Давай. Можешь записать. Первое главное зло. Да. Первое главное зло. Это сахар. Второе главное зло. Это майонез. Третье главное зло. Это ворд. Потому что Россия это страна победившего ворда. Вот это вот бессмысленное бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, ты знаешь, я маньяк, я апологет цифр. Да. Кстати, поэтому я считаю, что самое главное изобретение человечества после колеса электричества это эксель. Все должно быть пересчитано. Да. А почему-то считается, что лидерство это гей с флагом за мной. А это еще, между прочим, и умение владеть цифровыми технологиями. Ты правильно сказал, и уметь фильтровать, и уметь делать так, чтобы в тебя не влетал цифровый мусор. Но есть еще четвертое зло. Да, вот этот ворд. Четвертое зло это оклад. Я твердо убежден в том, что у ведущих людей в компании не должно быть окладов. Ну, просто. Вот просто. Ну, не должно быть. И этому есть закон. Потому что если у человека есть оклад, ему не надо напрягаться. Он прекрасно себя чувствует и без всяких там кипяев. Поэтому, друзья, ориентируйтесь еще и на то, что вы есть сейчас. Чтобы вы не ели сахар, чтобы вы не ели майонез, чтобы вы занимались спортом, чтобы вы... Ну, хочешь пример? Я каждое утро делаю 101 упражнение на пресс. Я каждое утро делаю уже 4.15 планка и уже дошел до 30 отжиманий с широким хватом. И то же самое я дойду до 100. Еще 2-3 раза в неделю я плаваю. У меня, как правило, 50 бассейнов. Только, Роман, Марин Ильич, зачем ты это все рассказываешь? А потому что людям уже остается... Как бы это... Ну, ты понимаешь, да? Надоели вот эти абстрактные... Вот эти абстрактные рассказы. Скажи миру «да», «эгей», «возьмемся за руки», «мы все там братья и сестры ромашки». Понимаешь, да? Ведь интересуют конкретные примеры. А конкретные примеры состоят в том «я так делаю». И знаешь что? Сейчас я понимаю, что аудитория делится на две категории. Тех, кому я нравлюсь, и тех, кому я не нравлюсь. И, кстати, если я сейчас спрошу, друзья, поставьте плюсики те из вас, кому было бы прикольно вместе с Мариновичем поработать недельки-две. Знаешь, там и посмотреть, как он делается. Я делал вот эти все чудесные команды, которые делали уже успешные бизнесы. Потому что не я создавал эти бизнесы, это команды создавали эти бизнесы. И да, со мной порой бывало непросто. Например, потому что я никогда не реагирую на то, что человек говорит. Я всегда реагирую, вот пошли плюсики, спасибо большое. Я всегда реагирую на то, что человек делает. А в России это такая вещь неочевидная. Понимаешь, да? Вот эти пять вещей, которые я и регулярно делаю, которые мне помогают. Спасибо, друзья. Которые мне помогают быть лидерами в тех компаниях, которые я возглавляю, которые я создаю. И, кстати, с теми партнерами, с которыми я сейчас развиваю проекты. Сейчас здесь вот Валерий Крупеня. Друзья, посмотрите, пожалуйста, Чулков Шоп. Талантливый парень. Он все знает про чулки и носки. Вообще невероятно. Ну, просто он прекрасно разбирается. Он глубокий эксперт в чулках и носках. И, кстати, Роман, пожалуйста, Валерий, давайте мы пригласим Романа в ваш чудесный магазин. Где он у вас там? В Барвихе, да? И ты посмотришь, что это такие красивые носки. И, кстати, носить дикие носки – это один из моих способов борьбы с глобализацией. Мне уже вот как надоели вот эти черные носки. У меня такие дикие классные носки есть. Валерий, конечно, в этом прекрасен. Так вот, почему эти сильные люди, смотри, плюсики, да? Почему я им интересен? А потому что они видят во мне возможность развития. Они вообще видят во мне возможность. Правда, Роман? Это точно. И если тогда сформулировать вот этот очень краткий такой тезис. То есть, ведь независимо от того, на каком уровне сейчас человек находится, живет он в любом городе нашей необъятной Российской Федерации или просто смотрит, зная русский язык, русскоязычный интернет, нашу трансляцию, неважно того, в какой он сейчас точке старта, вот чтобы принять это внутреннее решение, быть лидером, достаточно ли просто выполнять вот эти вот 5-6 важных аспектов, и у тебя начнут что-то меняться. Вот, на твой взгляд, что еще, может быть, нужно сделать, чтобы стартануть? Но книги, которые я тебе рассказывал, да, которые и ты, и я, мы регулярно читаем, это же книги не вообще про космос, это книги конкретных людей, которые рассказывают про свою историю жизни. И, кстати, друзья, те из вас, кто нас сейчас смотрит, в тюрьме во вторник я буду показывать бизнес-спектакль «Эгоист». И это будет спектакль о моей истории, о моей истории эволюции от человека, который привел джинсы на рынке, и сейчас я бизнес-ангел, я инвестирую в проекты, продаю проекты. Так что, пермяки, приходите, буду вам очень рад. Да. Ответ. Действительно, в наше время, неважно, где ты находишься, на Чукотке, в Тундре, в Австралии, в Москве, в Калининграде или еще где-то, онлайн позволяет тебе быть самореализованным в любой отрасли. Да. Поэтому читайте книги тех людей, которые пишут правду о себе. А как выяснить это? Да очень просто. Читайте и примеряйте на себя. Ваши, не ваши. И знаете что? Не бывает универсальных... Да-да-да. Не бывает. Вы сейчас в Тундре, Евгений? О, видишь, у нас... Женя Жене возглавляет предпринимательское сообщество на Ямале. Так, Евгений, я категорически настаиваю, чтобы я провел мастер-класс в Ямале. Я просто... Я теперь фанат Ямала. Ну, так это вот как раз пример того, что для Евгения мир очень маленький, он может одновременно быть везде. Поэтому такие люди, как ты, Роман, и я, мы готовы таких людей поддерживать, Евгений, как вы. Правда же? Конечно. Итак, друзья, поэтому читайте книги. И еще, мне очень нравится... Как тебе Осетинская? Не знаю, о чем ты говоришь. Елизавета Осетинская. Не знаком с ней. А, друзья, посмотрите в Ютьюбе. Интересно и прикольно она делает эфиры. С интересными людьми. И мне очень близок ее взгляд в Ютьюбе. Потому что Юрий Дудь, он такой общественно-политический, такой бла-бла-бла. Вот такой, про вообще, про жизнь во всей жизни, про хорошее во всем хорошем и про плохое во всем плохом. А она прям про конкретику. Она берет конкретного человека и она его разбирает, вот конкретно его жизнь. Причем не про историю успеха, а даже такую любимую мною историю граблей. Потому что, Роман, и у тебя все в порядке с граблями. Все, и они договорились. Встретимся на Ямале. Вот. И у тебя все в порядке с граблями, и у меня все в порядке с граблями. И поэтому, друзья, ответ на твой вопрос, Роман, ищите тех людей, которые не боятся рассказывать про грабли. Я регулярно пишу про грабли. Хочешь пример? Я сегодня утром сделал пост, и я его сделал во ВКонтакте, а сейчас еще раз шарю во Фейсбуке и здесь, в Инстаграме. Я специально сделал книгу, которую, знаешь, как ты назвал? О бизнесе для детей и для их мам. Потому что есть огромное количество детей и мам, которые белого понятия не имеют, откуда берутся деньги, как они зарабатываются, что такое работа, что такое зарплата, что такое прибыль, что такое бизнес, что такое потеря денег. Понимаешь, да? У них в голове только одно. Папа должен каждого первого числа положить на стол котлетку денег. Согласен? Так вот, пожалуйста, те из вас, кому это интересно, можете во ВКонтакте найти на ресурсе marinovich.ru. Можете скачать бесплатно книгу, в которой, кстати, иллюстрации сделали дети, и они даже уже заработали свои первые копеечки за эти иллюстрации. Да-да-да, книга так и называется. О бизнесе для детей и для их мам. Это сегодня вот первая публикация. Так что, Роман, я тебе очень благодарен, что ты дал мне возможность сделать, как это, как это называется? Ну, ты знаешь, релиз. Вот, релиз. Промоушен. Да, промоушен. Програбли очень важно, потому что вообще грабли, они каждый день, каждое утро. Но я хочу сказать, что мы же с тобой тоже не железные люди и не айронмен, где, знаешь, у тебя там ядерный заряд стоит в сердце. Вот скажи, пожалуйста, может быть, там один, два, три конкретных примера, когда ты просыпаешься утром, и у тебя настроение нересурсное. Что нужно сделать, чтобы вновь из своего лидерства? Роман, как ты считаешь? Да, да, друзья, вы все правильно сосканировали. Роман и я, мы должны были поменяться местами. На самом деле, это Роман должен был бы вести эфир из Петербурга, а я из Москвы. Потому что я употребляю порой резкие слова, а Роман очень хорошо воспитанный, вежливый и говорит академично. Поэтому в свойственной северной манере, Роман, я тебе задам очередной в стиле «Береночий вопрос». Как ты думаешь, какая связь между сексом, спортом и работой, и едой? Ну, я думаю, что получение удовольствия. Да, друзья, пожалуйста, напишите, на ваш взгляд, что объединяет секс, еду и спорт? Что объединяет секс, еду и спорт? Что, коллеги, напишите, что объединяет секс, еду и спорт? Да, подождем, хорошо, да, вот это вот будет просто интересно. Так вот, если в свое время, когда я брился, постоянство, так, хорошо, очень близко. Еще, друзья, что объединяет секс, еду и спорт? Счастливый, Володя, он просто счастливчик. Так вот, в свое время, когда я, например, курил, ну, для меня там запускающим событием дня была первая сигарета. Когда я бросил курить, то для меня таким запуском было, когда я начал бриться. Активность. Кстати, могу тебе сказать, что в таких ответах многие проявляются. Уже я про Андрея знаю, какой он, так сказать, ну, и в чем он активный. Стабильность. А вот Давида, видимо, важно стабильно. Вот девушка пишет, что в сексе важно трудолюбие. А вот мне абсолютно правильно, Евгений правильно сказал. Регулярность, друзья, все важно. Я, конечно, просто Лену Кулебабину поддерживаю, потому что она говорит, энергия. Если энергии нет, ни секса нет, ни работы нет, ничего. А вот барышня с классным ником Банатик пишет трудолюбие. Так, ну, вот, соответственно, и к сексу у нас так же подходит трудолюбиво. Друзья, системность. Ну, наверное, согласен. Так вот, друзья, а, везде нужно приложить усилия. Кайф. Друзья, самое главное, что объединяет секс, еду и спорт, это регулярность. И это иметь прямое отношение. Вещи первое необходимое. Молодцы, ребята, с праздником, вы крутые. Так вот, самое главное, что мне помогает каждое утро, просыпаясь я в ресурсном состоянии, просыпаясь я в нересурсном состоянии, самое главное, это регулярно делать простые процедуры. Например, для меня, безусловно, уже каждое утро делать вот эти вот 101 упражнения на пресс. То есть, причем, коллеги, я хочу, чтобы вы понимали, 101, не 151, не 201, а вот я дошел до 101, и все, у меня нормально, бжик-жик-жик-жик, пошел. Володь, ведь самое главное, ведь самое главное, это твое 101, это не чье-то 101, которое... Да, 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 да. А это твое, ведь ты же шел с 5, 10, 20, 100, там, и так далее. Конечно, однозначно. И у меня тоже не получалось, но я вполне себе был жердяем, понимаешь, да? Ничего, нормально дошел. Поэтому, друзья, я планка, планка, да, абсолютно, Юля, 4.15, у меня планка, могу скидывать вам принт-скрин моего таймера. Так вот, прямо сегодня начинайте создавать для себя вот эту процедуру, вот этот ритуал запуска дня. Может быть, у кого-то из вас это будет планка, может быть, у кого-то из вас это будет 101 упражнения на пресс. Для кого-то плавание, для кого-то быстро пройтись, для кого-то прочитать письмо любимого человека. Но только, пожалуйста, не начинайте ваше утро с чтения всякого говна в социальных сетях. Но это просто отнимает кучу времени и точно что не делает вас сильнее. Сделайте для себя ритуал, и этот ритуал, вы правильно расшифровали, этот ритуал для меня обязательно должен быть связан с какими-то физическими упражнениями. Потому что, коллеги, я вам раскрою маленькую тайну. Мозг – это тоже мускул, его можно и нужно тренировать. Поэтому для тренировки мозга читайте книги, а для тренировки тела делайте 101 упражнения на пресс. Каждое утро. Володя, спасибо тебе огромное за этот праздничный, короткий, но очень эмоциональный эфир. Мы придержимся регламента, что 30 минут финалем. Итак, лидерство – это не только лидер глобальной корпорации. Лидерство – это не только лидер, какой-то директор или владелец компании. Лидером может быть абсолютно каждый человек. Для того, чтобы быть лидерством, нужно сделать простую-простую вещь. Друзья, вот вам показывают три сферы. Это – я умею, мне нравится и за что мне платят. И на пересечении этого постараться найти ту зону, которая вам дает больше всего. Второе – это посмотреть на ближний круг людей, расширять его. Благо, даже на Ямале сегодня можно общаться с нами. Третье – посмотреть на мир, который вокруг тебя, и стараться минимизировать контакты с токсичными людьми, а привлекать в свою сторону наиболее лучших, позитивных людей. Четвертое – постоянно учиться. Что мы с тобой делаем? И вот этот наш эфир с тобой, ведь я тоже у тебя постоянно учусь. А я надеюсь, ты учишься чего-то у меня. А я у тебя, я читаю тебя регулярно, ты видишь. Да. Да, спасибо тебе большое. И не травить себя. То есть уметь ограничивать себя от ненужной информации, от ненужной пищи и становиться здоровее. Потому что мозг – это тоже мускул. И видя тебя, как ты постоянно молодеешь, в хорошем смысле слова, видя твои постоянные счастливые глаза, я верю в то, что ты по-настоящему лидер самого себя. Пожелай нам что-нибудь в финале эфира и заканчиваем. Друзья, впереди весна. И, господи, как же круто. Наконец-то появится солнце. Я хотел вам показать крыши Петербурга. Вот они, крыши Петербурга. Вот в Петербурге сегодня такая погода. Но зато завтра уже будет солнце. Прогноз погоды это показывает. Но главное – поздравить с наступающим 8 марта. Счастья вам, здоровья. Заходите на marinovich.ru, качайте книгу о бизнесе для детей и их мам. Да вообще, слушайте, почаще читайте «Дусенко и Мириновича» и будет вам хорошо. Пока. Спасибо тебе большое. Пока. Друзья, огромное вам спасибо за вот эту прекрасную поддержку вашу вместе с нами, когда вы были. Продолжать будем интересных людей приглашать для того, чтобы общаться с вами на тему лидерства, внутреннего лидерства. Мужчины, всех с праздником. Дорогие женщины, будьте нашими поддержкой. Будьте нашим мотиватором к тому, чтобы совершать ради вас великие поступки. Друзья, всем пока. Большое спасибо. Прекрасных выходных.